В отличие от предыдущих сессий, сегодня трейдеров ждал плотный поток макроэкономической информации относительно состояния европейской экономики. Это были не только финальные расчеты индексов деловой активности в промышленности, что, по сути, могло подсказать о грядущих тенденциях и намерениях центробанков. И хотя итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе зоны евро и совпали с предварительной оценкой, единая европейская валюта демонстрирует уверенный рост. В некоторой степени, это заслуга данных по рынку труда в Германии, где уровень безработицы остался неизменным. Они вырос, как предполагалось, с 5,5% до 5,6%. Учитывая чрезмерную перепроданность единой европейской валюты, даже столь незначительные позитивные новости были восприняты как отличный повод для роста евро. Тем более, что он был подкреплен еще и итоговыми данными по индексу деловой активности в Великобритании, которые оказались чуть лучше предварительных оценок. Они в свое время показали рост индекса с 47 пунктов до 49,2 пунктов. Сегодня же стало известно, что индекс подрос до 49,3 пунктов. Однако теперь появляется возможность повторения вчерашнего сценария, когда после роста в ходе европейской торговой сессии, уже после начала американской, единая европейская валюта с фунтом начали активно снижаться, вернувшись фактически к значениям начала дня. Правда, сегодня это станет возможным только в том случае, если итоговые данные по индексу деловой активности в США окажутся немного лучше прогнозов. Предварительная же оценка показала рост с 46,9 пунктов до 47,8 пунктов. И если итоговые данные совпадут с предварительными значениями, то европейские валюты могут закрепить свои текущие успехи. И пока мы видим, как евро по отношению к доллару США не смогла с первой попытки перейти к полноразмерному восстановлению, откат от уровня 1,0500 не достиг контрольной отметки 1,0650. Однако уже сегодня курс евро вновь перешел к росту, тем самым имея вторую попытку на восстановление. Стабильное удержание котировки выше значения 1,0650 как минимум на четырехчасовом периоде может привести к росту объема длинных позиций по евро. Что касаемо британской валюты, вчера произошло резкое изменение котировки фунта по отношению к доллару США, которое можно объяснить лишь спекулятивной активностью участников рынка. Английская валюта колебалась в пределах более чем 120 пунктов, но это не привело к радикальным изменениям на торговом графике. В конечном итоге котировки завершили торговый день около психологического уровня 1,2200. Рассмотрев изменения цен, можно сделать вывод, что участники рынка продолжают взаимодействовать с уровнем 1,20. Чтобы получить ясный технический сигнал о завершении текущего цикла колебаний, необходимо выйти за пределы контрольных значений. В случае удержания цены выше уровня 1,2150 трейдеры будут рассматривать восходящий сценарий, который, вероятно, приведет к постепенному восстановлению курса фунта стерлингов. Нисходящий сценарий стоит актуальным после длительного нахождения котировки ниже уровня 1,1950 трейдера. А на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok